Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Партия Патриоты Молдовы в случае победы на выборах в парламент намерена инициировать референдум о вхождении Республики Молдова в состав Российской Федерации. Если поверить ППМ, то Молдову в случае объединения ждет прекрасная жизнь. Во-первых, будет решена проблема Приднестровья и сразу произойдет реинтеграция Молдовы. Во-вторых, усилится защита православных ценностей. В-третьих, создадутся условия для сохранения языка. Правда, неясно, какого языка. В-четвертых, появится возможность авторизации российских тарифов на энергоресурсы. В-пятых, Молдова получит доступ к огромному и безграничному экономическому рынку. ППМ считает, что пришло время великого объединения так званых братских народов в единое государство и призывает граждан Молдовы вернуться домой. Не будем комментировать, нам будет интересно только одно, сколько граждан Молдовы пожелает вернуться домой. И вообще, найдутся ли такие, которые захотят быть вместе с Великой Россией? Добавим, что Минобразование, контролируемое Дадоном, составляет экзаменационные тесты с грубыми ошибками и с идеями историков-националистов. Тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова в соцсети подняла тему некачественных тестов, по которым молдавские дети сдают экзамены. Качество заданий пробило дно. Каждый ребенок имеет право на чтение грамотного текста, полученного от Минпроса, то есть от людей, олицетворяющих систему образования. Но какая система? Такие и тексты. Пропустим такие мелочи, как десятки лишних пробелов, отсутствие запятых, перевод, при котором теряется смысл и неумение авторов согласовывать род подлежащего и сказуемого. Зачем брать русского корректора, если можно самим получить деньги за титанический труд составления текстов? Эти горе-спецы от Минпроса не сдали бы экзамен по-русскому. Думаете, составители сильны в истории? Как бы не так. Не будем останавливаться на цитатах авторитетных историков. У Минпроса явная тяга к оголтелой пропаганде. Ну да ладно. Наши дети приучены отвечать так, чтобы порадовать Минпрос. Скрестят пальцы и соврут ради оценки и шанса на поступление. Но останутся при своем мнении и будут отстаивать его. Позже, после лицея и вуза, когда их никто не сможет наказать за правду. А теперь исторические артефакты. Трепещите. Памятник Штефана Великого, по мнению составителей тестов, был установлен в 1929 году, а не в 1928. Население в Бессарабии отныне исчисляется не 100%, а 99. Ошибка из учебника перекочевала в тест. Вторая мировая война началась. Тут пора всплыхивать от восторга. С подписания пакта Риббентропа-Молотова. Польшу авторы не заметили. Думала, они ограничатся событиями на нашей территории. Нет. Завершили войну все же в Японии. То есть, все-таки не заметили. Вопросы Минпросу. Зачем на экзамене по столь спорному предмету, как история румын, накалять страсти, используя однобокую позицию, граничащую с провокацией? Почему нет ни одного вопроса о культуре, достижениях? Может, хватит нам строить из себя жертв режимов, а начать уважать себя, своих предков? Культ мести нужно заменить на культ достоинства. Каким образом будут оцениваться ответы по вопросам с фактологическими ошибками? Их стоит аннулировать. И главное, имена составителей этих тестов, пожалуйста. А также отчет по их наказанию и отстранению в дальнейшем от такой ответственной работы, как составление экзаменационных заданий. Убедительно просим искоренить коррупционные схемы, при которых у учителей-носителей языка нет возможности проверить грамотность тестов. Испанский стыд какой-то. Родители учеников с румынским языком преподавания, проверьте тесты на родном языке. Фактологические ошибки, из-за которых наши дети получают балл ниже положенного, не позволяют этому экзамену быть признанным. Возмущение журналистки понятно, но как любит говорить экс-президент ВНВ, давайте называть вещи своими именами. Министр образования Лилия Поголша из Додоновского пула, еще раз подчеркнем, возглавляет Минобразование председатель партии Додона. Именно Додон и его люди контролируют министерство, которое обвинено в фальсификации истории и безграмотности. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!